Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». У нашего сегодняшнего гостя не совсем обычное позиционирование. Он говорит, «Я третий ребенок у своей жены. При этом он уже много лет сам преподает». Виктор Низовой в гостях у «Золотой рыбки». Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. У вас этот год, в общем, весной, вы стали народным. То есть 22-й год для вас, в общем, какая-то веха. Или нет? Или это так в дежурном режиме все прошло? Нет, это событие, это большая награда. Это для меня очень знаковый момент. Это было безумно приятно, особенно в связи тех событий, что три года назад я тоже обсуждался, на рассматривался, значит, на заседании, значит, наградного отдела. Но там не буду называть кто, сказал, что еще молод. Низовой ему еще 45 лет, поэтому пусть еще подождет немножко. Тоже так получилось, что я узнал об этом 1 апреля. Мне приходит смс. Я нахожусь у друга в кафе. И вдруг приходит смс. Виктор, поздравляю, там, значит, народный артист. 1 апреля. Я перепишу нашему редактору Максиму. Говорю, Максим, это правда? Или это 1 апреля? Говорит, Виктор, таким не шутят. Я уже, говорит, на сайт. Но я все равно 1 апреля никому не сказал ничего, жена обиделась. Потому что 2 апреля она поехала на работу, ей стали звонить, ее поздравлять, значит, что муж. И она до сих пор мне не может этого простить, что она не первая узнала, что я получил звание. Оль, ну я боялся как-то это звонить. Вот. Поэтому 1 апреля 2022 года для меня было очень такого. Я сразу к артефакту перейду, который вы любезно принесли. Что это? Кто это? Это Василий Макарович Шукшин. Так. Это мой кумир, наверное, да. Великий человек, которому вот 3 года назад было 45 лет со дня смерти и 90 лет со дня рождения. Фигурка, бюстик небольшой мне подарил мой друг. Почему? Потому что я, помимо того, что служу в театре, мы еще преподаем в Щепкинском училище с супругой. И я... У меня была мечта поставить дипломный спектакль по рассказам Василия Макаровича. И в этом году она осуществилась. Я поставил спектакль, мы его назвали «Живут такие люди» по рассказам Василия Макаровича Шукшина. Угу. Великого писателя, артиста, режиссера. И вот мне Сергей подарил вот этот замечательный его бюстик. И теперь это наш символ наших спектаклей. Сейчас мы едем с ними на гастроли, вот на фестиваль в Калининград. Вот. Поэтому я очень... Для меня это... Недавно я получил ее в подарок, поэтому для меня она очень дорога. Потому что для меня этот человек очень... Я не застал его, к сожалению. Хотя нет, 20... Василий Макарович ушел из жизни 2 октября, а я родился 74-го года. А я родился 23 сентября. И 9 дней я дышал одним воздухом с Василием Макаровичем. Вот. Поэтому... Но сейчас вот я пересматриваю все работы его, киноработы, читаю его чудные рассказы и наслаждаюсь. Поэтому для меня это очень... Не такой родной, можно сказать, человек. Я преклоняюсь перед его. А вы ни с кем из семейства не знакомы? К сожалению, нет. Тут я познакомился при очень таких странных обстоятельствах с Екатериной Васильевной. Мы поставили спектакль все равно. И когда все-таки куда-то вывозить спектакль, это же авторские права. Вот что-то такое, что-то с этим было связано. И Екатерина Васильевна попросила, как говорится, текст, отрывков, что мы вынесли на сцену. Я имею в виду инсценировку. Ну, понятно, что любая инсценировка терпит каких-то сокращений. И мне с института стали звонить, что говорит, Екатерина Васильевна что-то была недовольна каким-то сокращениями в одном рассказе, во втором. И, в общем, так получилось, что она оставила свой телефон. И говорит, если есть у нее вопросы, я и позвонил. Вот, я и все рассказал. Сказал, что кто для меня ваш папа, что это гордость нации, что это великий человек. И буквально через 2-3 минуты нашего разговора она поняла, что рассказы в надежных руках. А с каких пор вы увлечены творчеством Шукшина? Потому что у него все-таки очень зрелое письмо. Я имею в виду, если прозу говорить, то это все-таки не для детей и не для подростков. Да, я, наверное, в институте. Конечно же, наверное, в институте, когда мы стали читать, когда стали играть отрывки. Я поступал, мой зять украл машину дров. Веня Зяблицкий, человек нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей. Веня, и этот рассказ у меня есть сейчас, да, в спектакле. Вот, и я, а потом, конечно, эти фильмы. Фильмы, и это бешеная органика. Это органика, я говорю, нельзя переиграть собаку, можно. Посади в кадр Евгения Санча, Евстигнеева, Павла Борисовича Луспекаева, Василия Макарыча. Ну, пока вот троих, посади трех собак. Ребята, смотреть будут, поверьте. Ну, я уже не называю, там, просто моих вот три вот почему-то вот, трех великих людей. А вы, как преподаватель, видите смену, то есть молодняк, который может стать новыми, стегнеевыми, шубшными? Очень хотелось бы, ну, очень бы хотелось видеть в них. И, может быть, наверное, как говорится, хотелось бы видеть. Ну, не знаю, конечно, это такие были великие величины, до которых расти и расти. Но наша задача, конечно, воспитать их. Во-первых, элементарно, чтобы они знали, кто это в связи с нынешней молодежью, которая не читающая, которая полностью за... Нет, извините, что я перебью, она не читающая, но она как раз смотрящая. Они как раз очень много смотрят видеопродукции. И в кино ходят, и сидят за мониторами, за планшетами. Хотелось бы, чтобы они, извините, чтобы они смотрели хотя бы помимо каких-то популярных, там, современных каких-то, да, работ, чтобы они знали классику нашего кино. Зачем? Чтобы... Как зачем? Ну, как бы... Хорошо. Вот вы, разве смотрели вы в свое время, там, какие-то фильмы 30-х годов, когда были, там, школьником или когда ходили в кино? Когда школьником, наверное, я не смотрел. Вот именно. Да. Воспал не устраивал текущий репертуар на тот момент. Да, но когда я поступил уже в... Это профессия. Профессия в театральный институт, и когда я стал уже понимать, что я не могу, как говорится, не смотреть, да, на тех людей, которые создавали легенды нашего отечественного кино, да, то я понял, что это надо для моего общества, значит, самосознание, для моей образованности смотреть. Поэтому мы, ну, вы знаете, когда говоришь, а вы знаете, кто такой Жаров, студентов, Ильинский, наши звезды, театр и кино, говорит, нет, на меня смотрят, как отца. И мы говорим, ребят, почитайте, посмотрите. Ну, понятно, в библиотеку уже сейчас никто не ходит, говорит, откройте интернет. Раньше нам Юрмий Фольч, Соловин, говорит, сходите в библиотеку, почитайте, значит, это сейчас. Поэтому мы стараемся, чтобы наши дети, мы же потом, чтобы мы ими гордились, наверное, так, чтобы нам было не стыдно за них. А кто вот у них, вот у ваших подопечных сейчас ходит в кумирах, там, не знаю, Петров, Козловский, ну, на кого, кем они хотят вот стать? Вот я как-то на эту тему с ними не общался, но, наверное, Хабенского, вот, ребята так говорят, что вот мы смотрим, наверное, на... А Хабенск, вы извините, они смотрят где? Они смотрят в сериалы? В кино. То есть... В кино, я думаю, что да, в кино. Вот мы как-то на эту тему даже немножко даже не затрагивали. А чем они, вот, вот, этот молодняк отличается от, допустим, вот вашего поколения, от людей, которые шли учиться в ваше время, то есть в 90-х? Ну, во-первых, они все с телефонами. Так. Во-первых, это вот когда садишься, я говорю, убрать, пожалуйста, все телефоны, ребята. А в 90-х не было разве телефонов еще? Я поступил в 91-м, я первый телефон мы купили с Сашкой Нестеровым после съемок, на «Простых истинах», я стал сниматься где-то в 97-м году, нет, в 99-м, и мы только первый купили вот такую, этот, Моторолу, Моторолу. А, да, 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 такие телефоны. Такая можно было убить, а такая... Вот, а нет, нет, не было, только была библиотека, никаких гаджетов, никаких, это мы... только распределение было, отрывков каких-то, мы тут же в библиотеку, значит, или, если не успевали, в нашу, в театральную, институтскую, тут же бежали на Петровской линии или там в СТДшную брать, да, это раз, что они... во-вторых, они, но мы тоже, правда, я не могу сказать, что мы много читали, да, они практически не читают вот литературы, которые, на мой взгляд, хотя и по разговорам, классики. Вот я вчера говорю, а вы знаете, что такое анклав? Ну, это я так, может быть, говорю. Я говорю, вот мы летим в анклав, я говорю, да, вот чтобы мы оттуда за всю, значит, нашу родину играли, там, Шукшина, сейчас вот на гастроли летим. Вы знаете, что такое анклав? Вот никто, мы не знаем. Я говорю, ну, это вот часть государства, которая окружена, значит, другими странами. Вот. Мне кажется, они очень мало читают наши классики, литературы, то есть надо их из-под... мы тоже мало читали, но все равно у нас какая-то была в школе, на мой взгляд, основа была заложенная, литературная, да, что мы знали, что надо прочитать, там, по программе, да, и того же Ильва Николаевича, Александра Сергеевича, и Грибоедова, и Пушкина, да, и Михаила Юрьевича, и Ивана Сергеевича, и другие. А здесь, мне кажется, ребята очень поверхностно. Зато они много пишут, наверное, ну, я имею в виду соцсети, вот у вас нет социальных сетей, у них, наверное, куча аккаунтов, там, и ВКонтакте, и в ныне запрещенных всяких... Да, при том, да, при том, сейчас вот поступление, репертуар, что будете читать, они теперь анкету заполняют, пишут, значит, проза. Иманс Зиеданис, пойте. Я, к сожалению, не знаю творчества Иманса Зиеданиса, латышский, значит, писатель, я задаю, а у вас есть Балтакис в репертуаре, или там Койдула? Они на меня смотрят, я говорю, а почему Зиеданис, почему не Пришвит, почему не, значит, не Короленко, почему не Паустовский, да, почему не Гаршин, почему Иманс Зиеданис, при всем уважении к этому писателю. А я в интернете посмотрел, что прочитать, что читают на поступлении в театральное училище имени Щепкина, пойте. И там девочка пишет, пойте, то-то-то-то сам, Иманс Зиеданис. И все. Или там, как они пишут, АСП, значит, сказка о царе, а что такое АСП? Александр Сергеевич Пушкин. То есть они даже не пишут Пушкин, АСП. Ну и что, если они знают, что такое АСП, то зачем? Нет, мы говорим, это АСП, это не АСП, это ФМ, это не радио-ФМ, а Федор Михайлович. Да, и поэтому, пожалуйста, говорю, вы уж будьте добры, при том, вот сейчас у нас набор будет, буквально через полгода. Фух, я думаю, что мы столкнемся с очень, придут такие ребятки. А идут-то они, идут-то они за славой или за деньгами в основном? Хороший вопрос. Я думаю, что и сперва за деньгами, ну, за редким исключением, мне кажется, может быть, конечно, есть ребята, которые... У нас сейчас очень чудный курс, очень замечательный курс. Они играют очень много сейчас у нас в дипломных спектаклях, я вот перескакиваю, и артисты, коллеги, которые с ними на сцене, вот они в Буратино играют, они играют в Ревизоре, они играют в Молодости Людойко, мне подходят мои коллеги, говорят, это ваш курс? Я говорю, да, какие ребята, они просто, они, они вот здесь, они, говорит, в театре, то есть не где-то там одна нога здесь, как говорится, у нас это деньги в другом банке, а они все здесь, и это видно, когда они выходят на сцену, и мы счастливы с Ольгой, вот, потому что с моей супругой мы на курсе преподаем, что мы их стараемся вот немножко оградить от внешних, внешних этих... Ну, я еду в метро, ну, честное слово, ребят, ну, все вот в этих телефонах, ну, элементарно заходят бабушки, ну, это же не я должен учить, или там, это же, это же как-то из семьи должны, они все сидят, все в телефонах, хотя бы гляньте, что зашла бабушка, ну, что мне говорите, что я иногда срываюсь, прям подхожу, говорю, пожалуйста, уступи место, но это элементарно, да, но они все вот здесь в этом, а кто книжку откроет в метро, так это просто снимают даже на камеру, я вам клянусь, я когда открываю, я не люблю читать, поэтому я вот сейчас перечитаю Михаила Афанасьевича, я открываю книжку, на меня смотрят, прям подвигаюсь, ну, если смотрят, узнают, ну, может быть, узнают, я не знаю, или не знают, но я когда открываю, а мне в книжечке, знаете, чтобы перелеснуть, еще если там издание, там, 60-х годов, а если еще дореволюционное издание, так это вообще, там, на меня как раритет какой-то смотрят, вот, поэтому мы вот сейчас будем набирать, очень хочется, конечно, будут ребята из глубинки, почему я думаю, чушь Соломин все время ставку делал не на москвичей, а на из провинции, там, с Новосибирска, с Красноярска, из Воркуты, из, значит, там, с других городов, вот, подтянуть оттуда, говорит, очень, ведь не у всех есть возможность прилететь в Москву, поступить или приехать, я имею в виду с того же Сахалина, с той же Бурятии, с того же Иркутска, да, я не знаю, даже если поближе брать, с тех же Чебоксар, я не знаю, да, это же приехать, поступить, это надо где-то жить, если там, допустим, тебя еще пропустили с первого тура на, да, и многие говорят, да нет, чего ты поедешь, оставайся здесь, а вдруг там какие-то вот будущие, Евгений Александрович или Павел Борисович, вот, к сожалению. Вы ведь москвич? Да. А когда вы учились, был антагонизм между столичными и провинциальными? Ой, вот вспоминаю, но мы этого не ощущали, мы наоборот, после занятия, мы все шли в общагу к ребятам, к Вике Захаровой из Омска, особенно, когда ей там присылали родителям мешок картошки, значит, тушенку какую-то, мы все москвичи приходили, зная, что у нас, значит, дома это, нет, мы друг к другу ходили в гости, но мы очень любили в общежитие приходить, особенно, когда кому-то что-то, значит, присылали, там девчонки жарили картошку или отваривали тушеночку, мы все, значит, собирались у них, значит, в общежитии, вот. Нет, я бы не сказал так, что, мол, типа, вы это самое, такого, мне кажется, не было. А чему вы их учите, вот что именно, какие предметы? Актерское мастерство. Так. Да, вот мы актерское мастерство преподаем с Ольгой, и еще помимо Алены, наши актеры малого театра. Вот сейчас у нас четвертый курс, вот я вот выпустил свой дипломный, сейчас Ольга выпускает «Не все коту масленица» в преддверии двухсотлетия со дня рождения Александра Николаевича Островского, мастерство, актерское мастерство. А вы разделяете тезис, что вот Голливуд, что вот у них школа у заокеанских актеров гораздо сильнее, чем у наших, потому что у нас все-таки больше ориентировано на какие-то сценические вещи, то есть вот на игру в театрах, а там на кино, и что там поэтому сильнее гораздо в этом отношении школы. Ну, они-то все учились все равно у наших-то, у Михаила Чехова они учились. Это-то да. Да. Ну, выучились же. Выучились, и хорошо выучились. Классно выучились. Да, у них это прямо как вот, я не знаю, разделяю, разделяю. У меня тоже говорят, а ты что не снимаешься-то, елки-палки? Я говорю, я снимаюсь. Ну, может быть, не так много, как я, как хотелось бы, но у меня есть театр. У меня есть все-таки основа. Есть малый театр, есть сцена, на которой я каждый раз, выходя, я внутренне совершенствуюсь, как артист. Хотя нет предела, и это понятно, что никогда не скажешь, что все, я знаю, как это играть. Я только сейчас, по истечению 27 лет работы в театре, только начал где-то год назад понимать, что такое актерское мастерство. А преподавать вы раньше начали, чем понимать? Раньше, да, 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 это у меня вот третий курс уже по счету. Я только вот два-три года назад стал понимать, что это такая глубина, это такая неизведанная, это... Хотя я после, когда закончил институт, я думаю, господи, у меня еще президентская стипендия, у меня еще в малый театр взяли. И, правда, ролей поначалу не давали, но потом стали давать. Я думаю, господи, так я же все могу, елки-палки. А потом, вот, все так, наверное, думают. И я только сейчас начинаю понимать, что это... Ой-ой-ой, это еще... Это такая глубина, такая бездна, такая неизведанная профессия, как Ольга Николаевна, мой учитель Соловин говорил, жестокая, прекрасная, неблагодарная, великая профессия. Но она наша, она, как Юрий Мефович говорил, никто вас сюда не тянул силком, вы сами пришли. И мы вас спрашивали, будете учиться? Вы сказали, да. Ну так все, пожалуйста, священно действуйте. Или по Михаилу Семеновичу. Никто никого не держит, дверь открыта. Шепкину нашему великому. А у детей какое будущее видите? Я бы хотел, чтобы они... Знали побольше языков. Я хотел бы, чтобы они учили языки. У меня папа переводчик, хирург замечательный. Военный хирург, я помню, да. И в совершенстве владеет немецким языком. Он служил в Германии в свое время и привез. Так он говорит, мои коллеги-друзья привезли там тарелки, одежду, значит, тарелки. А я привез язык. Теперь дивиденды получаю вот всю жизнь свою. Я очень хотел бы, чтобы они... Хотя, как говорится, кто знает, они любят спорт очень. Чем именно занимаются? Ну, любят футбол смотреть. Ну, как, хотя мы пять с половиной. И вот тут мы ходили первый раз на футбол, на такое дерби. Химки-Урал был такой матч. Химки-Урал, они... Подвальное дерби, если можно, без обид. Без обид. Я очень хорошо отношусь и к Химкам, и к Урал. И вот они 70 минут, они еще смотрели, держались. Но потом говорит, папа, дай нам телефончик, мы хотим уже поиграть в какую-то игру. Сейчас просится на хоккей. Просится на хоккей. Ну, я говорю, сейчас нам Игорь Николаевич Ларионов, великий наш спортсмен, сейчас тренер команды, мы просто знакомы. Зовет нас на торпедо Нижненомгород. Я говорю, все, торпедо приезжает в Москву, обязательно сходим. Вот сейчас хочу их на хоккей повезти. То, что я говорю, просят на хоккей. Не знаю, посмотрим. Но очень хотелось бы, чтобы они знали китайский язык, английский, конечно же. Китайский это перспективно, конечно. Да, да, очень хочется. Без работы точно нет. Да, да, да. Я думаю, вот мы хотим. А там не знаю, а может быть актером, я говорю, если... Ну, вы видите задатки какие-то? Пока вижу в одном, пока вижу в одном, в Пашке. Да, странно, что они при том, что у одного есть, а у другого пока нет. Да, они разные, разные, да. Лешка немножечко такой, он пазлый, вот он немножко такой эрудиный. А может, шахматист быть, кто его знает. А вы в себе, когда обнаружили тягу, вот, лицедействовать, ну, то есть что-то вот изображать, когда вы поняли, что это ваша стезя? Наверное, в классе девятом, хотя папа не то, что заставлял, но я Бородино, помню, в семь лет я на ИЗУ и знал Бородино. Это не показатель. Не показатель, понимаю. Нет, это не показатель актерского мастерства. Можно выучить и просто бубнить это. Наверное, тогда где-то в восьмом-девятом классе мне почему-то безумно нравилось. Я стал ходить, бросить маму, чтобы она мне давала денежки на билеты, на оперу. На оперу? На оперу. Ничего себе. Да, в театр Станиславского. Я слушал Евгения Онегина раз в восемь. Я знал всех поименно, значит, Ленских. Извините, я перебью. А пели сами при этом? Нет, профессионально нет. Нет, ну так и... На пиво, конечно, да. А как же, приходил домой, все, маме там, значит, позор, тоска, ужал, жребий мой, Онегин я скрывать не стану. И Вироза, Вироза, это, как говорится, не сходило с наших, значит, дома каждый раз. И особенно старался в конце приходить, чтобы билеты там выбрасывали на первый, второй ряд. И мне безумно нравилось вот в оркестровую яму. Финал особенно, когда-то позор, тоскаво, жалкий жребий мой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, семь раз. Я Ланта, Пиковая дама. И вот в театр Станиславского я прямо вот хожу, мне безумно нравилась опера. И в других городах, даже когда мы на гастролях, если есть возможность, выходной день и опера, я всегда обязательно с удовольствием схожу на оперу. Посмотрю. Вот, может быть, тогда. Но почему-то не... Ну, может быть, и оперным певцом, но... Ну, в кружок никакой не хотели, не занимались? Нет. Нет. Вот так, чтобы... Вот не... Ну, в какой момент это решение возникло? Ведь поступать, это чье решение было? Мое. Вряд ли это родительское. Мое, конечно же. Папа... Там все было направлено на первый Сеченовский медицинский, значит, все эти репетиторы. Это биология, химия. Это я ездил, занимался, но... Я однажды, я помню этот момент, когда я проходил мимо Малого театра. Не с то, что я... И там сейчас в ЦУМе... Там в ЦУМе раньше был проход, он сейчас сделан... Там была арочка. Сейчас они его полностью реконструировали, там цельное здание. А сейчас раньше была арка. Я там мимо под этой арочкой проходил, и четко упираешься в театральное... Такое двухэтажное здание. Я не помню. Я помню, подошел к нему, еще на черном такая была... Этот, значит, доска, говорит, высшее театральное училище имени М.С. Щепкинов, в скобочках, ВУЗ. Ну, я зашел, открыл дверь. Это я уже в 10-м классе был. И там от руки, как сейчас помню, не от руки, а фломастером там набор курса. Соломин, Ю.М. и Афонин. Там два курса русских набирало. Думаю, а не поступить ли мне? То есть вот просто так вот... Не знаю. Шел мимо и решил. Дойду бы, зайду. Ну, вот не знаю. Как-то я тогда не задумал. Потому что надо было куда-то поступать. В медицинский, я помню, принес диплом, что ли, куда-то со своими отметками. У меня там было две четверки. Многие спрашивают, а остальные? Я говорю, нет-нет, остальные не то, что вы подумали. Остальные были как раз на бал ниже. Тройки? Да. Ну, я, как говорится, не горжусь этим, но учился я неважно. И поэтому, когда я пришел в медицинский институт показать. А в театральный без проблем? Как-то так получилось, что вот пришел, по театру, говорит, да какой ты что там, блат-переблат. Ну, попробуй. И потом, значит, ну, я попробовал 24 марта, по-моему, в 91-м году. Зашел в аудиторию, 52-ю, Ольга Николаевна сидела там со студентами. И вот я прочитал песню о собаке, помню, Сергея Александровича Есенина. И вот как зашел я тогда в 91-м, вот сейчас 23-й год, так вот по сей день хожу. А жена ваша как сделал выбор профессии? Вы с ней обсуждали когда-нибудь эту тему? Почему она-то пошла по этой дороге? Я не обсуждал с ней, но я помню, как я ее первый раз увидел. Она училась тоже Юрию Мифовичу. Соломина? Да. Я помню, я поступил в 91-м, она поступила в 99-м. Я захожу, и он говорит, иди посмотри, хорошая девочка читает, очень хорошая девочка. Я говорю, ну, давайте. Она читала сказку о царе Салтане, значит, «Но Бабариха, как сейчас помню, в черной юбочке и в белой блузке». Так, бойкая такая, классно читала. Я говорю, мы ее возьмем, хорошая девочка, хорошая. Если бы мне тогда кто-то подошел и сказал, что вот она... Что вы ее возьмете? Что она подарит счастье тебе на всю оставшуюся жизнь в лице двух сыновей. Я бы сказал, вы что, ребят, смеетесь, что ли? Вот не знаю, как у нее так... Но она, хотя нет, она... Но она принимала участие. У нее детство прошло в Крыму, в Керчи. Квартира прямо напротив ДК Корабелов. И там постоянно... Она снегурочкой была, она участвовала постоянно в каких-то там, значит, в театральных представлениях. И, наверное, у нее как-то это там внутри... Но мы так вот... А как ты хотела? Я говорю, нет, мы так что-то вот как-то даже... Наверное, как-то само собой. А, кстати, в Википедии тоже написано, что у вас детство прошло на Черноморье. Да. Только у вас не в Крыму, а... В Херсонщине. Да, в Херсонщине. Так что у вас это с женой, вот эта Черноморская... Да, притом мы относительно недалеко. Ну, как это далеко? 400 километров. Ну, да. От Скадовска до Оли 400 километров. Вот это место. А когда Оля родилась, я шел во второй класс. Она родилась в Красногорске, а мы жили... Ну, рядом с Красногорском, в Строгино. То есть я говорю, Оля, я пошел во второй класс, а в это время, значит... То есть 9 лет у вас разница? Да. 8-8. 8-8. Ну, это такая идеальная, идеальная считается. Я так понимаю, что загар у вас крымский как раз, да? Да. Вот мы сейчас с детками отдыхали 48 дней. Я даже посчитал. Я не знаю, не представляю, как люди на две недели... Но так получилось, что у нас отпуск такой был большой. И мы всей семьей отдыхали бок о бок в Крыму. Были вот на Черном море, на Азовском. Там же Шкерчках. Захотел на Черном море покупаться, захотел на Азовском. Там все рядом, там 20 километров. Вот поэтому мы все лето были все вместе, купали, загорали, получали удовольствие. Именно нахождение рядом, потому что сейчас начался сезон, бешеные ритмы. Каждый день спектакли, репетиции, вводы, студенты. И меньше сейчас свидимся с детками, но стараемся. А там мы просто максимально получали удовольствие от общения и от нахождения друг с другом. Мы с вами лет 8-9, может быть, даже 10 назад, когда беседовали, вы как раз рассказывали про свое Херсонское. В детстве, я так понимаю, что мама у вас там живет. Нет, нет, мама уже здесь. А, тогда она жила там, да? Нет, мама туда все время приезжала на лето. В мае, вот в мае она приезжала, ждала нас, готовила. У вас там дом? Да, у нас там два дома. Два дома? Два дома, да. А зачем два? Потому что была большая семья, дядя, вот, и сад был большой у нас. И он остался, ну, правда, персиковый сад был. Было 20 деревьев у нас было персиковых. Но со временем это все уходит. И осталось это два дома. Это наше, как говорится, гнездо. Она нас ждала. Потом приезжали внуки. Значит, ну, мы приезжали. Бабушки, дедушки были живы. Вот, и вот это все осталось. И мы, и потом в сентябре она уезжала. Вот, то есть на теплое время у нас вот было вот это. То есть мы за свою жизнь, ни я, ни Оля, мы ни разу не были в пионерских лагерях. Зачем, конечно? У нас одна бабушка жила в Херсоне, на Днепре. А 90 километров бабушка на море. Так же, как и у Ольги. У нее, значит, море под боком. Поэтому, хотя с другой стороны, я, может быть, даже жалею. Потому что я бы, конечно, разочек бы, там, на пару смен бы я. Потому что ребята же рассказывают. Ой, это что, лагерь это? А нам не было никакого смысла. Потому что у нас бы... Вот, поэтому мы... Недостатка в море у нас не было. Вот, я даже... Ну, вы рассказали, как вы Ольгу увидели. Это я понял, что она вам понравилась. Но вы ее не рассматривали как спутницу жизни. А в какой момент стали рассматривать? Я втор... Пришел на... Она когда училась, я... Работы было немного. Я пришел на... Она была на втором курсе. У меня педагог говорит, приходи посмотреть там. Я говорю, пришел. Ну, все же педагоги, все свои. И вдруг опять я увидел... Но она не играла ничего. У нее была перестановка. Она говорю, а кто это переставляет? В черной, опять же, по-моему, в черной... Она почему-то в черной юбке была. Ну, отрывки. Между отрывками. Я говорю, а, это, говорит, вот Жвакина. А, ну, у нее уже там есть кто-то там. А, ну, есть, ну и ладно. Это я очень хорошо помню. А потом ее взяли в театр. А я женился. И потом мы стали видеться как-то. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Мне почему-то казалось, что ее зовут Маша. Не Оля, а Маша. Не Оля Жвакина, а Маша Жвакина. А потом стали ездить на гастроли. Вместе? Ну, вместе. В одном, в одном из спектаклях. Они ее ввели в «Правду хорошо, счастье лучшее». В свадьбу-свадьбу-свадьбу в Чеховскую. Горят ума. И как-то так. Стали общаться как-то. Ну, разговаривать. Ну, и вот что-то в Италию поехали даже помню. Тоже со спектакля. Да. Да, в Италию, в Милан. Во Флоренцию. Во Флоренцию. В Прато. Вот. И вот как-то так, что что-то, вот не знаю, сыпануло. То есть это не была любовь с первого взгляда? Это как-то вот... Нет, нет, это не было. Ну, она, как говорится, тогда, помню, увидела. А вот потом что-то, не знаю. Сколько же мы перессорим. Мы вот в этом году, у нас будет 10 лет свадьбы. 10. 20 ноября. А знакомы мы с ней, Валан, как она говорит, Валанды, сколько мы уже. Если мы, мы будут... Господи, сколько же у нас всего было? И расставаний, и, значит, лет, наверное, уже 20. Вот. То есть 10 лет мы, значит, ну, может быть, так и надо было. Ой, что там только не было. А вы единомышленники? Вам одни и те же фильмы нравятся? Да. То есть вы совпадаете полностью? Мы вот... Я помню, у меня там была проблема с ногой. Как в Керчь приезжаем, у меня постоянно что-то с ногами. Ну, неважно. Помню однажды там это. И вот жара, а у меня там она в гипсе, потому что там неприятность была. И вот мы включаем кондиционер и смотрим, место встречи изменить нельзя. Наизусть. И... А у нее любовь и голуби. Это все. И вот ложимся, говорит, детей нету. Я говорю, ну что, говорит, любовь и голуби. Я говорю, давай место встречи, давай. И вот включаем. Уже в 4 утра встаю, там уже Армен Борисович, то есть уже 5 серий мы уже проспали. То есть уже... Я уже смотрю, она уже спит. Но это мы... Да, да, у нас очень много общего. Очень много общего. И поэтому мне потом Солон говорит, ну а что ты... А первая жена у меня была повар, Катя. Говорит, ну а что ты женился на поваре? У вас же... Не было общих интересов. Хотя, как говорится, тоже очень... Поначалу тоже был влюблен очень сильно в Катя Бот. А потом, ну как-то вот Господь расставил на свои места. А Ольга готовить... Нет. Умеет? Да. Да, потому что я говорю, Оль... Что у вас фирменное, фамильное? А вообще она... Нет, вот что не попрошу, все сделает. Вот, понятно, что сейчас там и супы варит, она вкусно картошечку жарит. Вот, и всегда я говорю, Оля, Оля, давай. Правда, тут она мне продинамила этим летом. Я говорю, давай, очень много помидоров. Она очень здорово гаспачо делает вот этот суп этот холодный. Да, ангалузский суп. Да. Я говорю, давай, она мне все динамит. Я говорю, то, то, то. Я говорю, сейчас у тебя возьму помидоры, у меня сейчас день рождения, скоро. Давай, наделай мне гаспачо. Вот, нет, нет, нет. Все там. Мы тут, когда была пандемия, мы с ней... Я говорю, давай будем делать... Ну, она делала, в основном, цепелины. Литовское блюдо, цепелины. Это картофель, значит, сырой картофель, внутри фарш. Мясной фарш? Мясной фарш. На мелкую терку трется картофель, там целая история. Это национально-литовское блюдо. И вот этот, значит, кнедлики такие, туда, значит, фарш, вот. И потом это все, это, и в кипящую воду. Вот это варится, ну, типа, я не знаю, типа, типа, взрослый. Но только в воде. И тут же, соответственно, шкварочки с салом, с лучком, это подливку. Первый блин она делала, ну, далеко не комом получился. Я говорю, безумно вкусно, безумно калорийно. Ну, картошка, мясо, шкварки, сметанка. Я понимаю, значит, у нее определенный совершенно взнос, как бы, вот, в семейное дело. А что муж привносит? Что муж привносит? Посмотреть телевизор вместе, это, в общем, так себе. Ну, как, мы... Износ. Сейчас, у нее сейчас, во-первых, три мужика, она говорит, у меня сейчас три... Нет, она говорит, не три мужика, у меня три ребенка. У меня, говорит, два, и сейчас третий у меня, говорит, у меня два маленьких ребенка, один большой. Ну, как, ну, мы, как мужчина, он, как бы, все в дом, добытчик, там, я не знаю. Я так понимаю, добываете-то вы вровень, она же преподает. Вровень, вровень добываю. Ну, где-то кто-то, чуть побольше, когда там, что-то это... Конечно, вровень, но... Ну, мы по хозяйству мужского можете, там, полку какую-нибудь присоединить, лампочку поменять, там? Нет. Нет. Не вашу тему. Нет. Работу с ней обсуждаете вы, или вы параллельно? Нет, 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 обсуждаем. Обсуждаем работу, обсуждаем студентам. Все лето мы практически о студентах говорили. А у вас одни и те же студенты? Да, мы на одном курсе. То есть, они понимают, что если они понравятся одному из преподов, то второй автоматом сразу поставят? Ну, мы потом это дело... Ну, не факт, не факт. Потому что иногда бывает у нас столкновение, там, по поводу какого-то студента. Но в итоге мы... Но я вот хочу рассказать, очень мне было приятно. Они тоже... У нас одна девчонка, студентка из Симферополя. И практически полкурса, если не больше, приехали отдыхать к ней туда, в Симферополь, и на море они поехали, в Алушну. А мы в Керчи. И вот они пишут, Ольга Геннадьевна, Ольга, говорит, вы не хотите встретиться в Крыму? Я говорю, Оля, а потом, ты представляешь, то есть это мы за три года им не надоели, что они захотели встретиться с педагогами со своими в Крыму. Я говорю, давай встретимся, давай. Мы взяли детей, сели на машину. Я говорю, ребятки, только давайте на нейтральной, значит, в Феодосии встретимся. То есть мы, ну, им подальше. Давайте, они едут. Но это не могу рассказать, потому что это наша гордость. Мы припарковались там в центре Феодосии. Вы где? Мы подъезжаем, подъезжаем, все, мы здесь стоим, да. И вдруг подъезжает, смотрю, точно едет машина, подъезжает. Относительно небольшая машинка. 11 человек. 11 свидетелей есть. 11. Мы только потом уже, когда уже приехали домой, мы с ними гуляли там, ходили там, покушали, купались, общались. Ну, это было так приятно, так трогательно. Притом, кто-то же мог бы не ехать, да, ну что, 5 человек в машине. 11 человек было в машине, чтобы приехать, чтобы встретиться с нами. Прямо до слез, честное слово. Вот, это дорогого стоило. Это очень дорогого стоило. И мы потом, даже я видео записал, говорю, ребята, это для нас было большим показателем. И мы поняли, я, что мы не зря занимаемся этой профессией. И что мы воспитываем вас очень, ну, для нас было это очень приятно. А вот это разница не слышновато. Вы вместе на работе, вместе дома. То есть, вот, ну, как бы, вот, прозвучало насчет надоесть. Все-таки не надоедаете? Нет, нет. Вот мы уже... Ну, 10 лет, вы сказали, да. 10 лет, да. А до этого же тоже... Нет. Вот. Мы заняты в одних спектаклях. Мы вместе же еще и отдыхаем все вместе. Ну, как-то нам не хватает общения все равно. Вот, почему? Потому что Ольга где-то там репетирует, где-то здесь. Вот это самое. Все равно домой приезжает. Но нам... Мы сейчас вот 48 дней провели вместе. Но нам показалось, почему-то этого мало. Вот. Мы тут в Подмосковье очень часто ездим. Там, когда выпадает, там, 3 дня мы там ездим в Подмосковье. Там, где Аквазона, ну, на 3 дня тоже. И вот тоже с детками. Нет, нет, нет. Наоборот, мы... Нет. Ссоримся. А ссоритесь по работе или по бытовым? По бытовым каким-то моментам. Опять-то, по работе... Нет, по работе меньше всего. Ну, каким по бытовым, там, это самое. Иногда там... Ну, как говорится, все равно. А как иначе? Если муж с женой не ссорится, что-то там, значит, как-то ерунда. Да. Не-не-не. А как иначе? Вот мы с вами... Американский кинематограф. Чуть-чуть темы коснулись. Как вот вы рассматриваете вот нынешние тенденции? Сейчас вот, допустим, новая русалка выходит, Диснеевская. Она там, ну, негритянка. Русалка. И вообще, в принципе, сейчас не будет фактически белых героев. Обязательно они должны быть... Если они белые, то они обязательно должны быть с какими-нибудь правильными наклонностями. Или лесбиянки должны быть. Вот вы считаете, это тенденция, которая там устойчивая? Она придет в нашу отрасль, в отечественную, в российский кинематограф? И... Как там... В театральную жизнь. Вот эти тенденции. Чтобы тоже были люди разных гендеров, представленные и раз. Даже не знаю. Не задумывались? Не задумывался, потому что, наверное, нету времени мне на это задумываться. Знаю, что это есть там где-то, да, но я как-то туда, наверное, что-то не... Я лучше посмотрю Барселону-Баварию. Посмотрю, как играет торпеда Нижний Новгород, да, или посмотрю на Локомотив Продон. Плохо сейчас играет. Вот как-то я говорю, у вас, в принципе, ходите в театр? Да не хожу я в театр. Почему? Ну, ну, к Жирновачу схожу с удовольствием. К ВЦТРА схожу. Схожу, наверное, в Современник, там, на что-то вам... Но я боюсь куда-то пойти в театр, потерять время. Вот. Поэтому я лучше или пойду на футбол, или посмотрю Лигу Чемпионов, или побудусь с детками, мы сходим, купим картошечку фри, там, погуляем с ним, или посмотрим какой-то мультик, там, Мимимишки или Три Кота. Вот поэтому я об этом не знаю. У нас традиция есть, у нас в передаче называется «Салатая рыбка», и у нас есть вот дядя Володя, наш Карась. Можете у него попросить чего угодно? Про себя? Это вот, нет, вслух. Для себя, не для себя, но не про себя. В том смысле, чтобы зрители были в курсе, чего вы желаете. Я хочу, чтобы был мир, чтобы были здоровы мои родные и близкие, как можно дольше. Я хочу побольше оставаться, как можно дольше оставаться ребенком, потому что у меня живы и папа, и мама, я еще ребенок. Хочу, чтобы жили в счастье мои друзья, вот, близкие, вот, чтобы мы могли почаще встречаться, чтобы думали только о хорошем, просыпались и думали, как же хорошо, что вот сегодня наступило утро, что сегодня есть любимый театр, любимая работа, друзья, детки рядом. Вот, всего тут только того, чего каждый, наверное, сам себе желает. Вот это я хочу пожелать, чтобы мы все были здоровы и счастливы. Пусть так и будет.